Женись на мне, лучше ты не найдешь. Я помню, это был такой для меня вообще удар. Как от меня отказались, меня отфутболили. Женщин нельзя обижать. У нас очень хорошая память. Я то покрашусь перед съемкой, то вообще почти нагло побрилась. То есть пришла с короткими волосами. Поэтому вот ощущение, что я создана для чего-то самого лучшего, самого интересного, как-то вот со мной родилось, знаете. Давай, 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 ты идешь правильно, ты молодец, у тебя все получится. Обходи плохие компании. Всем привет, я Глюкоза, и я здесь для проекта «Вместе». Дорогие любимые, ну что, я вас всех очень жду. 17 февраля 2023 года. Крокус, обещаю, будет очень круто. Мы здорово с вами проведем время. Попоем, потанцуем, зажжем как надо. Как раньше. И даже больше. Повезло. Какой-то лотерейный билет вытянула, я не знаю. Но, конечно, характер тоже дал свои плоды. Я никогда не стеснялась, в принципе, за себя попросить, куда-то попроситься. Я очень часто обращала на себя внимание. И, наверное, благодаря еще какой-то своей внешности такой, на тот момент очень хулиганской, я попала в Яралаш. И когда я попала уже на пробы конкретно Грачевскому, то он меня взял. Но единственное, что на эти пробы я стояла 4 часа вместе со своей бабушкой. И, конечно, если бы там в какой-то момент я развернулась или просто не верила в себя на 100%, или бабушка сказала, слушай, все, мне надоело здесь стоять, давай уходим домой, то, может быть, этого всего вообще в жизни бы не случилось. Поэтому я считаю, что в жизни каждый шаг, каждая встреча и твое желание очень важны. Ну, я все время донимала Грачевского, я была действительно несносным ребенком, если можно так сказать. Раньше нас называли тяжелые дети. Вот, я то покрашусь перед съемкой, то вообще почти нагло побрилась. То есть пришла с короткими волосами. Вот. Ну, часто, конечно, хулиганила, очень в школе хулиганила. Учителя многие там от меня отказывались. Но есть те, кто любили, есть те, кто могли понять. А так мы то помойку подожгем какую-нибудь, то еще что-нибудь. То есть я еще общалась всегда в основном с мальчистками. Так сейчас и происходит, в принципе, в жизни тоже в основном окружает мужчина. И, конечно, они меня втягивали в разные истории, а мне от этого только было в радость. Потому что я очень любила вот такие острые ощущения, что-нибудь на беда курить. Однажды просто аптеку ограбили, причем аптеку для животных. Ни у кого не было ни собак, ни кошек на тот момент. Но вот почему-то захотелось нашкодить. Нас, конечно, сразу прям на выходе поймали, повели домой. Но вот такие вообще почему-то хотелось вот этих ощущений. Поэтому я в этом плане всегда находила себе какие-то приключения. Я всегда себя представляла звездой. Как бы это ни скромно звучало, даже раньше у меня было уверенности, что я звезда больше, чем сегодня. Вы знаете, вот феномен какой-то. Мы еще не были знакомы с Максом Фадеевым. Но я уже снимала с Яралаши. И всю компанию Яралаша пригласили. Была еще такая программа у Андрея Малахова «Большая стирка». И вот нас и нашего самого главного, Бориса Юрьевича, пригласили туда на программу. И всех спрашивают, ты кем там хочешь потом стать, там подходит ко всем. Я там космонавтом, я этим, я этим. А я говорю, а я звездой. То есть у меня есть даже видео, где мне лет, наверное, 10. И я говорю, что я должна стать звездой. Вот мы как раз потом с Андрюшей уже встречались. И не раз, и на разных программах. И жизнь уже как бы сплелась такая творческая. Потому что и он все время там в Останкино, и мы. И мы когда с ним встречаемся, он говорит, ну, исполнила, исполнила, молодец. Я снималась в кино, и Максим Александрович Фадеев был композитором для этого фильма. И тогда он меня в этом кино увидел. И прошло некоторое время, меня пригласили в офис. Позвонили, пригласили также на пробы, как, в принципе, вот там, звонили, когда я где-то уже принимала участие. Я пришла, там сидит Максим Фадеев. Я, конечно, офигела. И говорю, здравствуйте. Он говорит, привет, давно за тобой наблюдаю. И с этого момента он говорит, слушай, у меня есть идея. И он говорит, ты не хочешь попробовать музыкальную карьеру? Я говорю, ты, я вот как-то вообще никогда этим не занималась. Он говорит, слушай, я тебя всему научу. И вот так получилось, что я начала заниматься музыкой. Было очень много работы. Это было по 35 концертов в месяц. Это огромные туры, это сложные переезды. Это еще то время, когда там, ну не все еще было во всех городах. Сейчас у нас более все это развито. Конечно, иногда хотелось просто заплакать. Я устала или еще что-то. Я помню, даже пришли к нему с музыкантами и говорим, Макс, слушай, мы встали. А у нас там, типа, десятый концерт. Он говорит, чего? Вот когда, типа, проедете, как я, там, тысячи концертов, вот тогда скажете, устали. Но, конечно, уже там на сотом концерте ты уже все, ты уже в этой обойме, ты получаешь удовольствие. И когда ты уже владеешь профессией, в принципе, ну настолько, поскольку совершенствоваться можно бесконечно, то ты уже понимаешь, что ты без этого не можешь жить. Вроде возвращаемся с гастролей, пять дней дома, такие уже, так, так, когда мы куда-нибудь поедем. Это тоже важно. Ну, когда был Яролаш, все посмеялись. О, Яролаш пришел. Мальчишки так задирались. Учителя, кстати, очень относились с таким поэтетом и поддерживали то, что я снимаюсь Яролаш, потому что я успевать была у меня не очень. И они видели, как меня это дело там загорает, и что для меня это важно. Я за это очень благодарна, что они и отпускали там, да, и где-то там и на оценку какую-то подтянут. Поэтому в школе, в принципе, все было как бы хорошо. А когда я уже начинала заниматься именно проектом глюкозы, там же у нас все было секретно, мы никому ничего не рассказывали. И, конечно, приходилось молчать. То есть там последний класс, когда я доучивалась, и объявление уже было тогда, когда я пошла получать аттестат, как раз у меня было выступление на фабрике «Звезд-2», и там как раз открыли мое лицо. И вот в этот момент, конечно, я почувствовала обиду просто от всех одноклассников, от учителей, потому что тогда я перешла в другую школу. Они, конечно, расстроились, что я от них так это все скрывала. Но был такой уговор. Бабуля, она мне очень помогала, она писала письма поклонникам, потому что раньше нет была возможности людям отвечать, и писем приходило огромное количество. Как-то узнали мой домашний адрес. И я понимала, что я не могу просто ответить всем. И, ребята, если что, самый близкий человек, как говорится, писала. И очень много кого поддерживала, на многие годы отвечала на письма. Очень поддерживала меня. Я помню, что и были моменты, когда было тяжело, когда там что-то не получалось. Мы с ней обсуждали такие моменты. Но для меня это было очень важно. Для меня важно было вылезти, и чтобы это получилось, потому что мне очень хотелось помочь своей семье. Мне очень хотелось показать им, что есть вообще другая жизнь, другие страны, путешествия. Очень хотелось родителям вот это все показать, чтобы они понимали, что жизнь может быть другой. И она не только в сложности. Ну, я могу сказать, что в моей жизни не было какой-то совсем роковой ситуации в плане каких-то употреблений туда-сюда. Ну, там, могли и покурить, и выпить, и все остальное. Это очень вышибает. Я в какой-то момент поняла, что я ничем не занимаюсь, я никуда не движусь. И я понимаю, что за мной никого нет, что мне никто не поможет, что я сегодня сама должна как-то в этой жизни выруливать, что мне нужно куда-то двигаться. И я поняла, что меня это очень жутко тормозит. Что, ой, посидели на лавочке, потусили, пиво попили, потом мы покурили, потом нам уже никуда не хочется совсем идти, и туда-сюда. И я видела, как люди как бы вокруг тоже деградируют, и мало кто чем вообще хочет заниматься. Но очень сложно из этого выползть, когда у тебя нету даже соломинки, за которую ты можешь просто ухватиться. И в моем случае, конечно, вот именно про глюкозу, это стало вот этой соломинкой. И я помню, что, когда я пришла к Максу, я поняла, что вот этот плод, на который нужно прыгать, нужно убирать все, всю из своей жизни, и идти дальше, потому что это шанс. И мне это помогло. Мне помогло, что передо мной, вот вы правильно сказали, что вот говорить плохо-плохо-плохо нельзя. Надо делать, надо помогать молодежи тем, что им нужно помогать себя найти, определиться, где они катала, в чем они талантливы, где они могут проявить свои возможности. И они должны быть заняты, либо спортом, либо какими-то то, чем они интересуются. И вот это нужно ловить. Потому что просто говорить, ай-яй-яй, 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 это как бы не работает. Я скажу, ай-яй-яй, кто-то скажет, это не работает. Человек должен быть занят. У него должно быть времени, понимаете? Он должен просыпаться, и уже куда? Он должен быть занят. Тогда, тогда это работает. Я познакомилась на дискотеке с мальчиком. И мне так понравилось. Мы там даже поцеловались. Но это такое все вообще еще было совсем юношеское. И потом на следующий день как-то, а, я съездила даже к нему в гости. И на день рождения, по-моему, брата. А потом как-то мы болтали долго по телефону, по пять, по шесть часов. И после этого, ты знаешь, когда-то я ему позвонила, то есть на следующий день, он говорит, ты знаешь, больше мне не звони. Я помню, это был такой для меня вообще удар. Вот это, наверное, был такой первый отказ в жизни. И я вообще так была просто ошеломлена, что как от меня отказались, меня отфутболили. Я, конечно, затаила, затаила. И мы как-то больше никогда и не встречались, и все. И потом, когда я уже начала проект глюкозы, уже меня все показали, уже все знают, ну, там, на лицо уже популярность, все. Я пришла на фотосессию для одного глянцевого журнала, и он оказался фотографом. И я сделала вид, что я его не узнала. Вот такая вот, видите, женщине нельзя обижать. У нас очень хорошая память. И после фотосессии он даже достал фотографию, которая была сделана на фотоаппарат. И там я, он, там брат. И вот как раз этот вечер, когда я у него была в гостях. Ой, говорю, ой, я тебя не узнала. Там, тарапуруру. Ну, конечно, я узнала. Ну, так, в принципе, мне вообще в отношениях, мне кажется, везет. С мужчинами. Я уже 17 лет. Со своим любимым человеком. Вот и пока вместе. Ну, это вообще я, я сама не знаю, как это все получилось. Это все какое-то просто, вы знаете, вообще ни о чем не думали. Я-то уж точно. Вообще я замуж не собиралась. И как-то я была свободная. Так я думаю, блин, у меня все классно. Я сама себя обеспечиваю. Родителям помогаю. Живу отдельно. Машина есть. Все как бы чики-пуки. Но однажды я села в самолет. Как раз летела по работе. И села в самолет, в который сел Александр. Я не знаю, верить в эти все как-то вот числа, не числа, верить, не верить, но день рождения моей мамы, день рождения его. В этот день мы с ним познакомились. И мы познакомились, и вообще не могли расстаться. То есть познакомились мы по дороге в Чечню. Это был первый концерт, как раз после войны. И он прекрасно вообще прошел. И все было замечательно. И мы потом уже летели обратно. И мы проговорили просто там, сколько мы пока летели, там часа четыре. Мы все время разговаривали, разговаривали, разговаривали. Ну, потом я говорю, запиши мой телефон. Я тебе говорю, все равно не позвоню. Он записал, позвонил. Я была в Нью-Йорке. Он мне подарил экскурсию на вертолете, подарил билет, я помню, на призрак оперы какой-то шикарный, где люстра падает, и прямо такое ощущение, что на тебя. Сразу стал очень красиво ухаживать. Потом я вернулась, мы пошли с ним в ресторан. Тоже болтали. Я помню, что мы постоянно с ним разговаривали, что мне с ним было безумно интересно. И сейчас до сих пор интересно. И потом уже едем в машине под группу «Ночные снайперы». Поэтому за это Арбенина навсегда в моем сердце. Я такая думаю, ну, поцелуй это или не поцелуй. Потому что мне на следующий день нужно было уезжать на гастроли. Мы на самом деле так рыбками встречались, очень было много работы. Ну, поцеловала все-таки, пока я там уже вот так просто. И потом я вернулась. Он меня пригласил к себе. А, потом я улетела как раз и полетела на Кубу. И мы не должны были вообще там видеться где-то месяц. Он говорит, слушай, а ты не хочешь обратно вернуться через Париж. И типа задержаться на три дня в Париже. И мы с тобой проведем красивый вечер, там день, посмотришь этот город. Я никогда не была. Он встретил меня в Париже. Там, конечно, целое приключение, как я до тут добралась. И я уже такая начала нервничать. Как, ну, там, один будет у нас номер, или два у нас будет номера. Ну, номер был один, но большой. Вот. И как-то вот так романтично вообще уже начались наши такие серьезные отношения. Потом мы, наверное, встречались месяцев шесть. Он сразу сказал, переезжай ко мне жить, потому что если я после гастроли еще ехала к себе, это вообще было две-три встречи в месяц. Поэтому, говорит, давай, будешь жить у меня. Ну, я подумала, действительно, что с этими чемоданами мотаться? Ну, все, перевезла туда. И прошло месяцев пять-шесть, наверное, вот так активно нашего вообще общения. Это было просто такая супер страсти и любовь вообще из первого взгляда. Все, ну, как вообще в сказке. И мы как-то поехали, значит, куда-то отдыхать. Там Мишка Шац был, мы в каком-то таком ночном клубе, значит. И мы что-то сидим-сидим. Вот. И я уже подвыпила. И говорю, слушай, женись на мне, лучше ты не найдешь. Он такой на меня смотрит в афиге просто полном. Говорит, Шацу поворачивает, говорит, слушай, она мне предлагает на ней жениться. Шац такой, ни в коем случае. Ну, и все, это как-то все похохотали, все похохотали. Все это как-то закончилось. Я на следующий день опять улетела на какие-то гастроли, вернулась. И он мне подарил кольцо и сказал, что он согласен. Вот. Так сказать, принять мое предложение. И свадьбу мы сыграли на самом деле через год. Ой, со слезами, видите, счастья. Вспоминаю. Это прекрасное время. И через год мы сыграли свадьбу. Мы решили, что все классно, как бы, да, все, мы готовы, мы друг друга любим, давай немножко, как бы, да, сейчас пообвыкнемся с этим. Ну, помолвка, грубо говоря, такая состоялась, а дальше уже, а дальше мы не передумали. Я как-то, вы знаете, не церемонюсь в плане своих чувств туда-сюда. Конечно, сейчас я больше, на самом деле, осторожничаю туда-сюда, потому что семья, и хочется сохранять в ней хорошую атмосферу, и поэтому ты очень бережно относишься всегда к своему партнеру. Иногда, может быть, даже чересчур. Но если мне что-то не нравится, я скрыть не могу, то есть это мне, для меня это невозможно. Я по-любому скажу, по-любому, потому что вот эта страсть, или что, или это деньги, или положение, оно проходит. И остается любовь в новом, в этой настоящей форме, когда ты чувствуешь, что это все, это твой человек, это твоя родная какая-то часть, тебе с ним хорошо, там, не только, там, да, быть как мужчина и женщина, но и как друг, как партнер, как, это просто твой человек по жизни, с кем ты идешь дальше. И если хоть где-то ты, грубо говоря, подменяешь, да, вот это чувство финансовыми, или какими-то там, не знаю, или уговариваешь себя, что, да, это надежный, как бы, человек, а любви, если нет, то мне кажется, в конечном итоге все разрушается. Это просто, ты на самом деле, в этот момент, сама воруешь у себя драгоценное время. Потому что можно выйти, главное выйти по любви, ты можешь выйти за кого угодно, и ты еще не знаешь, да, как будет складываться ваша жизнь, и какие будут успехи у этого человека. А можешь выйти, да, опять-таки, также там, замуж, допустим, из меркантильной точки зрения, а через, там, не знаю, год у человека просто, да, ноль. А если ты любишь человека, ты готов с ним пройти этот тяжелый момент по жизни, да, оказаться рядом, это же ты для этого вообще партнера по жизни себе выбираешь, для того, чтобы и ему помочь в нужный момент, и на него ты готов тоже рассчитывать. Надо влюбляться, так знаете, любить-то королеву, как говорится, конечно, нужно, нужно сильно влюбляться. Не, ну, понятное дело, что брак, это еще, понимаете, брак, это не просто мы друг друга любим, да, помимо этого брак, это, это договор, договор с партнером, о том, что теперь они соединяются в какую-то одну жизнь. Это не говорится о том, что каждый должен, там, всю свою жизнь, там, посвятить только мужу, да, не развиваться, там, или только на него смотреть, нет, но это обязательство, это, многих там съедает бытовуха, тяжело людям становится, вот, поэтому и тут важно договориться, да, кто что может, как помочь друг другу, в какой форме выразить эту, да, эту потребность в этой помощи, и очень важно об этом разговаривать, договариваться и говорить, и на начальной стадии какие-то вещи сразу отсекать, что так делать нельзя, потому что, конечно, когда ты начинаешь жить с человеком, там, моменты притирки по-любому будут, и у нас они тоже были, и были, там, да, крика, скандала, там, еще что-то, но в конечном итоге мы понимали, что быть вместе для нас все равно важнее, и мы договаривались, вот, никогда не доходило такого, что все, мы пришли к моменту, что мы не договороспособны, наверное, поэтому мы еще вместе, я думала, что да, наверное, у меня будет две дочки, потому что у меня, у мамы и сестра, да, у мамы и сестра, у нее, у сестры две дочки, у моей мамы две дочки, у бабушек две дочки, соответственно, и у меня, как-то у нас вот такая сильная женская линия, пока две дочки, дочки супер, они такие вообще, они потом, вот когда, я так говорю, период вот этот бебе-бе проходит, просто такие классные, такие родные, прям, ты чувствуешь, как уже между вами вообще сокращается вот это вот мама-дочка и уже больше такая дружеская начинается разговор и времяпровождение и такие обмен опытом происходит на что я все равно тоже от них уже тоже очень многое приобретаю и это очень круто сложно сказать на детей надо спросить но я вообще строгая дети считают что я все контролирую стараюсь все контролировать это правда но я понимающая мама я помню себя уже очень хорошо какая я была подростком и сейчас я уже понимаю как маме было непросто поэтому я мама которая по-любому все равно как бы за своего ребенка чтобы не случилось я-то мама которая как бы создает такую атмосферу и такое как бы так доверие между нами что прежде всего с любой проблемой чтобы дети шли ко мне чтобы у них там не случилось ну когда я что-то снимаю для своих соцсетей это я делаю исключительно конечно для своей аудитории я вижу как людям иногда нравится заглянуть мой дом увидите ребят девчонок тем более когда такие вот поклонники кто конкретно на тебя подписан да кто им вот именно тебя любит и ему интересно следить за твоей жизни они всегда очень большим теплом относятся и к семье и как-то какие-то приятные слова она пишет поэтому я своих соцсетях делюсь девчонками это лида может не всегда захотеть там посниматься или еще что-то лида делится мной она вчера ко мне пришла на завтрак просто я еще не умылась у меня глаза еще слившиеся она со мной какой-то тик ток записала которого не зашел мне кажется если люди захотят увидеть какая страшная по утрам то пожалуйста в соцсети моего моих детей девчонки я им профессии не выбирала я ни на чем не наставила я единственное просто занимала их время они сами выбирали то чем нравится заниматься но но талант у них такой душа сама просит поэтому наше дело с папой только поддержать их в этом начинании и помочь утвердиться в этой профессии тем более им сам бог на самом деле велел почвы то готово есть возможности есть а главное у них есть талант конечно можно там можно сколько угодно там двигать ребенка да там ты можешь быть супер талантливым но ребенок например к другому тяготеет и это не его кстати многие потом уходят я смотрю из профессии и дальше начинают какой-то другой путь лида очень твердо как бы встала на эти рельсы она я думаю вам сама об этом расскажет и и ощущение лиду веруська она очень хочет быть актрисой но я очень хочется уже быстрее на экран она такая более как бы ей хочется популярности если лида она такая просто из нее прет она просто сочиняет песни на ходу она просто пишет и сюда лидуська такая более вот и хочется этого и признание и все этом я по-моему прихожу куда-то в магазин это мы вашу дочку знаем я говорю я говорю старшую нет младшую я говорю откуда вы знаете младшую дочку так она пришла к нам в магазин она с няней гуляла тоже по этому торговому центру и первое что она зашла сказать а я дочка глюкозы вот так что они в этом плане очень рано это сразу заявляет у нее даже в соцсетях написано дочь глюкозы все она маминой популярностью как-то наоборот пользуется в радость старшая наоборот мне надоело дочка глюкозы поэтому я все я в обо мне ни слова чтобы нас с тобой вместе это я не хочу чтобы нас ассоциировали дочь но ты все равно останешься моей дочкой как ни крути но для нее это вот все но самый главный мой план господи помоги все получилось потому что из-за пандемии еще за чего-то несколько раз уже переносили концерт но вот все дата стоит мы вышли в продажу билеты в продаже 17 февраля 2023 года будет большой мой сольный концерт крокусе я очень готовлюсь очень серьезно большая часть мультипликатора задействована задействованы балет очень классный готовлю же реально шоу программу специальные гости будут что в релух конечно я спою все свои песни которые на которых по сути выросла выросло поколение и я часто встречаю людей которые выходят я вы я помню я была на вашем концерте я была маленькая я вас видела у кого-то тетрадь сохранила знаете где все вот эти вы вырезки какие-то в интервью еще что-то то есть какие такие раритетные совершенно вещи и и и может быть люди даже и не слушают на сегодня да кто-то но вот это момент вот этой ностальгии очень жду конечно и тех кто сегодня слушает мою новую музыку и на самом деле много детей я думала ну вот моя аудитория выросла и вот мы так вот как бы рядом находимся нет подходят малыши вот такие вчера прислал вот сейчас надо ему ответить ему ничего не ответила рома прогунов прислал мне видео от как его дочка маленькая ей 6 лет сидит в телефоне слушать мои песни для меня как для артиста это самое наивысшее и самое приятное что поколение рождается новая музыка доходит люди знают и соответственно что я я я жива что я не где-то там вот застоялась когда-то до что я сегодня сегодня в сегодняшнем дне вот поэтому будем петь будем будем зажигать и будем получать массу удовольствия дорогие мои любимые родные люди всей земли планеты наступающим вас новым годом я желаю вам крепкого здоровья верить в себя найти обязательно этот покой внутри себя в вашем доме чтобы рядом ваши близкие были здоровые счастливые любимые пусть все те надежды которые не оправдались в этом году обязательно оправдаются в будущем счастья вам с новым годом вот продавливаем переоцомерить логoug sorчить крови земли книги свечой Продолжение следует...